Официальные партнеры программы «Новости дня». Компания «Оптика ССЭК», компания «Линия неба». В прямом эфире ТВ. Компания «Новости дня». В студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Известно, что в районе Сент-Эвесна ребенок гулял со сверстниками у воды. Происшествие на степной протоке. В Улан-Удэ утонул 11-летний ребенок. Заливает даже остановку. Машины провалились, а трамваи остановились. Улан-Удэ в очередной раз затопило дождем. Замена опор с истекшим сроком службы и замена проводов. В столице Бурятии стартовала летняя кампания по ремонту электросетей. На обновление одного километра линии требуется порядка трех с половиной миллионов рублей. В Улан-Удэ вновь утонул ребенок, а полицейские задержали водителя, который сбил 17-летнего подростка и сбежал. Подробности этих и других происшествий в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». В Улан-Удэ утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла на протоке Степная. Известно, что в районе СНТ «Весна» ребенок гулял со сверстниками у воды. Когда несовершеннолетний утонул и при каких обстоятельствах, выясняют следственные органы. Заявление о пропаже ребенка поступило 22 июля. Спасатели Улан-Удэнской спасательной службы и инспекторы ГИМС второй день занимаются поисковыми работами. Девочка находилась у реки без сопровождения взрослых. В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил 17-летнего подростка и скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД в средствах массовой информации и социальных сетях была размещена видеозапись с предполагаемым нарушителем. Через несколько дней в госавтоинспекцию поступил анонимный звонок от гражданина, который сообщил марку и госномер разыскиваемого автомобиля. За рулем «Тойота Спринтер» находилась 56-летняя женщина. Водитель не отрицала, что совершила касательный наезд на юношу. Однако подросток отказался от помощи и ушел домой. За оставление места ДТП женщине судом назначено наказание в виде штрафа. А это кадры последствия ДТП на улице Барсоева. По версии аварийных комиссаров, водитель с рулем «Тойота Алион» поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Шевролет». Пострадавших нет. Обошлось без травм и в ДТП на улице Ключевской. По словам аваркомов, грузовик остановился перед трамвайными путями для разворота. В этот момент водитель «Тойоты Камри», не соблюдая дистанцию, врезался в больший груз. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова. Новости дня. Для жителей спасение от жары, а для коммунальщиков – хлопоты. Улан-Удэ в очередной раз затопило дождем. Как комбинат по благоустройству справляется с ликвидацией последствий ливня, и много ли в столице Бурятии размыло дорог, узнавал мой коллега Андрей Слепнев. Накануне Улан-Удэ был больше похож на Венецию. Ливень, который обрушился на столицу Бурятии, пустил по городу настоящие реки. А комбинат по благоустройству перешел на усиленный режим работы и активно откачивает воду с улиц города. Ливень был такой силой, что на улице Барсоева за считанные минуты появились реки. От дождя и грома срабатывали сигнализации машин. Мощный ливень подтопил и некоторые дороги. Движение трамваев по Ключевской было закрыто в обе стороны. Затопило рельсы на пересечении улиц Сахьяновой и Ключевская. Заливается даже остановка. Этому автомобилисту повезло меньше всех. Его авто провалилось в капкан, который устроил ливень в районе фактора. Всего за считанные минуты в Уан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков. Сотрудники комбината по гугоустройству оперативно начали откачивать лужи в городе. Накануне вечером мы ликвидировали лужи с основных магистральных улиц. Но ночью продолжились обильные осадки. С 4 утра над устранением последствий ливня работает 10 единиц техники. На данный момент мы продолжаем устранять промойны на дорогах Октябрьского района. Прошел ливень и в Гусиноозерске. Дождь затопил улицы, а из-за уш во дворе невозможно было выйти из дома. Вот так всегда на Октябрьске 12 после дождей и во время дождя Венеция. По словам жителей Гусиноозерска, после дождя в их городе настоящее бедствие. Дворы затоплены, вода заливалась в подъезды, а в частном секторе – в огороды и подполье. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня. Режим ЧС ввели в Курумканском районе из-за лесных пожаров. За сутки в Бурятии из-за сухой грозы возникло еще три возгорания. В Курумканском, Муйском и Северобайкальском районах. Всего на утро 23 июля в республике продолжают тушить 23 лесных пожара. Напомню, что в Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесного массива до 5 августа. В связи с введением на территории Бурятии режима ЧС в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, а также приготовление пищи на открытом огне и углях. А в городе и никакие пожары не нужны. Деревья гибнут от техники. На улице Жердева неизвестные незаконно спилили тополя во дворе многоквартирного дома. Один из жителей обратился к нам в редакцию с просьбой разобраться. Олеся Цыкина выезжала на место. Жалоба анонима на якобы незаконное избавление от многолетних растений была эмоциональной. Казалось, мы приедем на место и увидим вместо зеленых насаждений пустырь. Но на деле все оказалось иначе. Я в деревьях немножко разбираю. Вон, видите, он даже видит, что он подгнивший. Здесь никакого криминала нет. Здесь просто никто не смотрит за ними. Они же высокие, видите. А тем более тополе, он такой гниловатый. Видно же, вот. Вы сфотографировали? Так что это... Вот один отход, там другой. Местные жители говорят, что деревья упали от старостей, сильных ветров и дождей. Благо, что в это время на спортплощадке никого не было и никто не пострадал. А представители ТСЖ и вовсе удивлены претензией анонима. В результате ливневых дождей во дворе дома номер 70 по улице Жердева были сломаны два дерева. Самомольной вырубкой деревьев никто не занимался. Наш двор очень дружный, все друг друга знают. Вряд ли кто из соседей мог вызвать компанию активиком. О том, что никаких нарушений не было, подтвердили и в Комитете городского хозяйства. Из-за погодных условий часть дерева обрушилась на детскую площадку. Цель устранения угрозы для детей и жителей, обломки данного дерева были убраны методом спины. Во дворе еще остались поломанные деревья. Возможно, их тоже спилят. Но кто же сетовал на дружное товарищество собственников? Наверное, без детективного расследования тут не разобраться. И это уже другая история. В столице Бурятии электрические сети изношены на 80%. Чтобы все восстановить, требуется около 7 миллиардов рублей. Понятно, что таких денег ни у ресурсников, ни у властей республики нет. Однако, исхудавшие провода менять все равно надо. Как и где ремонтируются сети, ждать ли зимой постоянных отключений, расскажет наш корреспондент. Летняя кампания по ремонту электросетей в самом разгаре. На Верхнеберезовке энергетики меняют опоры и кабели. На данном объекте по улице Артема производим ремонт ВЛ-04 кВ, то есть замена опоры со стекшим сроком службы. И замена проводов, то есть голый провод меняем на провод марки СИП-70. Ну и, соответственно, перевод абонентов на эту новую линию. На окончании работы улучшится качество электроснабжения без аварийности. Чтобы улучшить качество электроснабжения, уменьшить количество аварий на сетях, во всем у Ануде нужна кругленькая сумма. 7 миллиардов рублей необходимо, а 70 миллионов у нас есть. Но и на эти деньги мы самые-самые-самые беспокоенные места, которые дают нам большое количество отключений, где есть социально важные объекты, где школы, сады, с водой связаны, с теплом связаны. Мы на эти средства делаем. А это уже кирзавод. Здесь часть линии электропередач расположена под землей. Чтобы определить, где уложены кабели, электромонтер со специальным прибором определяет место. После коллеги начинают раскапывать, а затем уже и менять кабель. В процессе эксплуатации вышел в ремонт кабель, получается, уже от срока службы. И его производим в ремонт. Меняете, да? Ну, частично. Понятно. А какой срок службы у такого кабеля в земле? Ну, в зависимости от самого кабеля. А вот есть какие-то рамки? То есть, раньше были критерии до 25 лет где-то. Энергетики обслуживают и ремонтируют сети, которые находятся в собственности города. В тарифе на эти цели ежегодно выделяются около 70 миллионов рублей. Этого хватает только на поддержание комплекса в рабочем состоянии. Ведь только на обновление одного километра воздушной линии требуется порядка трех с половиной миллионов рублей. Говорить же о модернизации пока не приходится. Андрей Слепнев, Баир Цедыпов. Новости дня. Восьмой округ Улан-Удэ входит в тройку самых крупных. В основном он состоит из частного сектора. Благоустроить такую территорию за счет федерального бюджета по программе «Городская среда» сложно. Однако депутат от округа Александр Иринчеев все-таки нашел способы исполнить наказы избирателей. Что было сделано за период его работы, мы расскажем в следующем материале. Благоустройство округа далось нелегко. Ведь территория его огромна. От Верхней Березовки до Нового Зеленого и Матросова. Александр Иринчеев вложил немало усилий, чтобы добиться результатов. И в завершении моей депутатской деятельности 20-летней мне очень отрадно, что на территории округа реализованы очень серьезные инфраструктурные проекты. Сколько лет я депутатом, всегда жители площадка требовали именно решить вопрос по дороге. Самый ценный здесь тротуар. Вы представляете, в основном жители, особенно ученики и так далее, чтобы быстрее добраться с центральной трассы, обычно с обелиска, они пешком по обочинам ходили. Сейчас имеется тротуар, освещение. Освещение. И, конечно, дорога очень высокого качества. Помимо освещения, десятка улиц удалось построить спортивные, детские площадки и другие социально значимые объекты. Мы находимся на территории то Солнечный. За год сделаны несколько площадок у нас. Это в районе поселка Ленино. Это вот здесь. Реализовано несколько очень серьезных инфраструктурных проектов, которых, в общем-то, выделены федеральные и республиканские средства. Это строительство дорог около Стальмаста, около, значит, от, значит, улиц, то есть до поселков площадка и Матросово. В федеральной программе «Чистая вода» строится большой водовод в районе Верхняя Березовка. Верхняя Березовка. И это, в общем-то, многолетняя проблема. Была построена амбулатория в поселке Зеленхоз. Все проекты успешно реализуются, благодаря активности и неравнодушию жителей округа. Полностью сделано освещение поселка. Полностью. Вот сделана площадка. То есть вот это и комплекс детских, как бы, вот таких, да. Здесь у нас зимняя горка. Активно работает дворовый инструктор, по крайней мере, работал в эти годы. Мы постоянно проводим соревнования с детьми. Александр Дашич никогда нам не отказывал в спонсорской помощи, в проведении соревнований. То есть, ну, за эти годы мы просто очень много сделали с ним в плане работы с детьми поселка, прежде всего. Работа по благоустройству и строительству социально значимых объектов на округе продолжится. Инициативы жителей поддерживают депутаты Народного хурала и Гурсовета, а также администрация города и Железнодорожного района. Андрей Слепнев, Валентина Цибикова, Сергей Медведев. Новости дня. В Улан-Удэ улицу Гагарина приведут к единому стилю. Мэрия столицы Бурятии намерена ввести единые требования в оформлении. Они коснутся рекламы на зданиях, размещении кондиционеров, входных групп, светового решения фасадов, ограждений, баннеров, козырьков и уличных торговых зон. Вы сами знаете, что с начала 90-х годов эта улица активно осваивалась предпринимательской средой. Не знаю, почему она так заинтересовала их, но тем не менее, там очень много крупных торговых центров. Во всех домах нежилых на первых этажах осуществляется хозяйственная предпринимательская деятельность. Они все переведены в нежилые. Кто-то с нарушением, кто-то без нарушения. В принципе, очень много нареканий вызывает, огромные вывески и так далее. После всех изменений на улице Гагарина приведут в единый формат и все вывески. Верховный суд Бурятии повторно проверит региональный закон о бездомных животных, который был принят в конце прошлого года. Согласно норме, с 1 января текущего года агрессивных и крупных животных можно было усыплять, если в течение 30 дней после отлова их никто не забрал. Однако зоозащитники оспорили такое решение. В итоге дело дошло до Конституционного суда России. Он же, рассмотрев запрос Верховного суда Бурятии, принял решение признать непротиворечащими Конституции положение федерального закона об ответственном обращении с животными. Умерщвление в бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку, распространение заболеваний или на предотвращение страданий самого животного. Далее небольшой перерыв и вот что вы увидите во второй части выпуска. «Мне было интересно исполнить песни для ребят на передовой». Благотворительный концерт для своих организовал певец из Старбогатайского района. «Я хочу стать красмейстиком». В Улан-Удэ стартовал Байкальский шахматный фестиваль. Победителя в качестве приза ждет кругленькая сумма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Уссури. Честные цены на натяжные потолки, автоматические ворота, жалюзи и рольставни. Гарантия. Бесплатный замер. Уссури. Телефон 320-320. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. Спас из огня троих и получил подарки от блогера. Расскажем о герое, а также о туристке, которая убегала от Сахатова в Монахово. Интересные новости из сети. Далее в рубрике «Новости за пару минут». Владимир Путин назначил главу Бурятии председателем комиссии Госсовета. Алексей Циденов указом президента возглавит новую комиссию «Эффективная транспортная система». Среди новых наименований, помимо той, что возглавил Алексей Циденов, появились северные морской пути Арктика, технологическое лидерство, экономика данных, эффективная и конкурентная экономика. 17-летнего Кирилла, спасшего троих на пожаре в Улан-Удэ, отблагодарили за геройский поступок. Блогер Ринчин Гоши Циренов был так тронут подвигом парня, что лично приехал пообщаться с Кириллом и вручить ему подарки. В первую очередь хочу побегать тебя, потом совершил такой героический поступок. Хочу тебе подарить вот такой вот подарок. Спасибо, друзья. Красотки, наушники. И вот, от всего гурятского народа я тебе подарить 15-й айфон. Ой, Боже мой. Держи. Спасибо, Боже мой. Ой, ёл. В середине июля на левом берегу случился пожар. Одним из первых огонь увидел Кирилл и сразу отправился на помощь. В итоге вынес из огня троих – двух бабушек и парализованного дедушку. Кирилл учится на спасателя во взгуту, перешел на третий курс. Сразу понятно, пошел по призванию. В столицу Бурятии может приехать Ричард Гир. Знаменитого американского актера пригласили на буддийский форум в Улан-Удэ. Гир был в Таежной озерной много лет назад во время визита его святейшества Далай-Ламы. Но республику толком так и не увидел. К слову, голливудская звезда исповедует буддизм и является одним из самых известных приверженцев этой религии в мире. Стена из цветов за 4,5 миллиона появится на площади советов. Деньги пойдут на цветочные композиции. Возведут арку, вертикальные двухметровые цветники и целую трибуну из растений 33 метра в длину. И напоследок туристка убежала от лося, который испугался больше ее. В Монахово лось вышел на живописное поле. Променад прервала женщина, которая бросилась бежать от животного, чуть ли не перерезая ему путь. Лось перформанса не понял, но на всякий случай тоже убежал. Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным не стоит бежать. Самое верное решение – замереть или отойти подальше, если животное вас еще не видит. Общественники предлагают установить в Бурятии памятник учителям. С инициативой выступила общественная организация «Клуб Учитель года Бурятии». На эскизе будущего памятника – учительница, которая ведет за руку первоклассника. Оказывается, действительно, в отличие от других регионов, у нас нет такого архитектурного сооружения, посвященного учителям. А ведь каждый человек все равно так или иначе в душе хранит такие моменты благодарности и признательности своему учителю. И такой момент уважения и преклонения перед этой профессией. Клуб «Учитель года Бурятии» уже начал собирать деньги на памятник. Сумма немаленькая – почти 5 миллионов рублей. Установить его планируется на территории Бриопа. Договоренность с ректором есть, а архитектор даже начал заливать фундамент. Открыть памятник планируется в октябре этого года, ко дню учителя. Помочь в создании и установке памятника может каждый желающий. Концерт для своих устроил в Тарбогатае певец из Бурятии Виталий Заиграев. Все собранные от концерта средства молодой человек направит на помощь военнослужащим. Простые напевы в Тарбогатайском доме культуры исполняет простой парень Виталий Заиграев. Он собрал земляков, чтобы спеть свои песни и поддержать наших бойцов на специальной военной операции. Лет 25 назад, когда Виталий играл на горошке, я не могла подумать, что он вырастет большого артиста. И сегодня, когда я смотрела на тебя из зала, я тобой очень горжусь. Я горжусь тем, что ты, несмотря на то, что ты уехал в далекую столицу нашей родины, Остаешься сердцем здесь, на своей родной земле. Парень из Тарбогатайского района уехал из деревни, но не забыл ее. Сегодня Виталий Заиграев успешно выступает в Москве, а недавно побывал на Донбассе. Там он спел песни для воинов-земляков, а на днях даже выпустил альбом для своих. Мне было интересно исполнить песни для ребят на передовой, посмотреть своими глазами, что там как происходит. И, в общем, приехал я оттуда, наверное, все-таки другим человеком. Там нету вот этой мелочи жизненного бытия. Когда смотришь на проблемы людей здесь, на гражданке, то там это кажется такой мелочью. Виталий сам пишет песни. Автор Богатая представил землякам новую программу, полную искренних произведений, пронизанных любовью к родине. Хотелось бы пожелать удачи в дальнейшем за тот патриотизм, который вы несете нашему молодому поколению. Ну и как бы то тепло и те песни, которые пишете с теплом, действительно они простые и легко доносятся до любого человека. Так что спасибо вам за вашу работу. Спасибо. И будь добры еще раз. Все собранные средства от благотворительного концерта Виталий Заиграев отправит на помощь военнослужащим. И обещает спеть еще много песен для своих родных. Мария Латышева, Новости дня, Трабогатайский район. Накануне в Улан-Удэ стартовал Международный Байкальский шахматный фестиваль. В этом году в турнире принимают участие более 80 спортсменов не только из Бурятии, но и еще из шести регионов страны. О том, как это было, смотрите в сюжете Екатерины Быковой. Настоящий шахматный праздник проходит в столице Бурятии уже в 18-й раз. Этот турнир дает возможность продемонстрировать свое мастерство спортсменам из разных городов России. География обширна – от Магаданской области до Санкт-Петербурга. Возраст участников не важен. За одним столом дошкольники соревнуются с пенсионерами. Приехали на фестиваль и тренеры участников. Мои ученики уже многократные победители в районах американских соревнований. И в этом году мы впервые получили право выступать на всех соревнованиях. Очень удачно выступили на второе место. И считаю это очень большое достижение, потому что это даст стимул для дальнейшего развития сельских шахматов именно в Бурятии. Шахматы, они очень полезны для всестороннего развития, потому что даже частые поездки, соревнования, это очень помогает ребенку развиваться, дальше в общении и так далее. И также помогает в учебе, потому что они помогают развить память. Организаторы хотят не только увидеть хорошую игру, но и дать бесценный опыт будущим гроссмейстерам. Какие обычно результаты показывают дети? Может быть, какие-нибудь новые рекорды бьют с каждым годом? Те, кто прошел через горнило наших турниров, потом стали очень известными бурятскими шахматистами. И правда, Александру Алексееву есть чем гордиться. Своё детство и юность под его тренерским покровительством провела Инна Ивахинова, дважды завоевавшая титул чемпионки Европы. На нынешнем турнире собрались самые юные, но подающие такие же большие надежды, игроки. Я занимаюсь шахматами три года. И шахматы эти интересные, ну и дружбевые мышления. Откуда ты вообще узнала про шахматы? Кто тебе рассказал? Может, кто-то учил тебя из родственников? Нет, я сама как-то... А как, я даже уже чуть не помню. Логика, внимательность, умение мыслить на несколько ходов вперед. Ребята неоднократно участвуют в соревнованиях и мечтают о титуле чемпиона мира или звании гроссмейстера. У меня был хороший тренер. Мой папа научил меня играть в шахматы. Сколько лет тебе было, когда ты начал учиться? Четыре годика. И тебе интересно было, и ты всё понимал уже? Да. Я хочу стать гроссмейстером. Фестиваль продлится ещё три дня. По его итогам, призёров нагрозят медалями и денежными призами. В этом году призовой фонд турнира составил почти 50 тысяч рублей. Но для участников это ещё и повод увеличить свой рейтинг и получить новый разряд. Екатерина Быкова, Бату Гармын. Новости дня. Сделать популярными в Бурятии пройдёт всероссийский проект «Музейные маршруты России». С 31 июля по 2 августа в республику прибудут лидеры музейного сообщества страны. Наш регион стал четвёртым по счёту, где организовывают этот проект. Все подробности расскажет наш корреспондент. Цель проекта – продвижение музеев по всей стране. Участников ожидает насыщенная событиями культурная программа. Посещение Волгинского Датсана, множество музеев Бурятии и лекции от заслуженного художника нашей республики Зарикто Доржиева. К нам прибудут делегации более ста человек. Это директора музеев со всей России. Также будут представители Министерства культуры Российской Федерации. В эти несколько дней у нас пройдут несколько лекций, плинарные сессии, на которых будут рассмотрены вопросы по дальнейшему развитию музеев всей страны. Многие лекции будут открыты. Мы предлагаем всем жителям, всем заинтересованным принять участие в них. Представители музеев Бурятии расскажут о своих самых интересных проектах и достижениях. В этом году музейные маршруты приходят к нашу республику. Хочу сказать сразу, что в апреле музейные маршруты состоялись в республике Татарстан, в июне этого года в республике Дагестан. Вот мы третье, как говорится, мероприятие музейных маршрутов республика Бурятия. И в октябре этого года состоятся музейные маршруты уже в республике Чечня. И заметьте, что выбор локаций республик – это было только Министерство культуры Российской Федерации. Также в рамках музейных маршрутов в Кяхтинском краеведческом музее имени академика Обручева пройдет круглый стол, посвященный 300-летию Кяхты и созданию нового межрегионального высточного проекта о Сибирском тракте. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. С 25 по 28 июля в Булганском Аймаке Монголии пройдет 15-й международный Всебурятский фестиваль «Алтаргана». Делегацию Бурятии представят более тысячи человек. В их числе 208 победителей республиканских отборочных туров. В состав творческой группы нашей республики войдут фольклорные ансамбли, певцы, участницы конкурса «Дангена», модельеры, поэты, мастера и фотографы. Представят наш регион и спортсмены. 22 числа выезжает передовая группа. 23 числа проезжают маленькими группами наши из районов. 24-го с утра начинает проезжать наш театр «Байкал», который будет принимать участие на открытии первого дня фестиваля, к которому они пригласили монгольская сторона. Напомню, что фестиваль будет транслироваться в прямом эфире на нашем канале. Мы покажем вам всю торжественную церемонию открытия 26 июля с 21.00 до 12 ночи. Кроме того, 27 июля с 22.00 до полуночи мы будем транслировать шоу-программу «Алтерганау Дэш». А 28 июля с 6 до 9 вечера покажем финалы по национальным видам спорта. Награждение победителей и закрытие. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Происшествие на Степной протоке. В Олан-Удэ утонул 11-летний ребенок. Машины провалились, а трамваи остановились. Олан-Удэ в очередной раз затопило дождем. В столице Бурятии стартовала летняя кампания по ремонту электросетей. На обновление одного километра линии требуется порядка 3,5 миллионов рублей. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы можете найти на сайте Тивикома и на страницах в социальных сетях. С вами была Юлия Пермякова. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин